Окуневая блесна под названием «Минская» известна уже более 30 лет. Несмотря на столь солидный возраст, она продолжает успешно привлекать полосатиков весь зимний период, а не только в первый или последний лед. Блесна имеет длину 38 мм и вес 2,38 г. Приманка отлично ловит окуня на глубинах до 5 метров с использованием лески диаметром 0,15 мм. Блесна отличается высокой эффективностью при ловле окуня и в то же время она удивительно простая в изготовлении. Из фольги цветного металла диаметром около 0,15 мм вырезаем несколько заготовок. Пропорции можно делать разные, но мне нравятся те, что показано на картинке. Фольга весьма тонкая и важно, чтобы она держала форму. Для этого заготовку нужно протравить ортофосфорной кислотой. Теперь можно залудить. После того, как припой остыл, заготовка стала уже более жесткой и ее можно качественно подровнять руками. Для удобства пайки полезно сформировать при помощи книги или блокнота небольшой уклон в сторону нижней части блесны. Настала пора укладывать на заготовку припой. В данном случае используется POS 60. Формировать тело блесны лучше поэтапно и как бы слоями. За счет наклонной поверхности припой уже изначально распределяется с легким наплывом к носику будущей блесны. Можно было распределять припой и на ровной поверхности, но тогда пришлось бы в дальнейшем больше работать напильником. Петельку для крючка, изготовленную из стальной проволоки диаметром 0,35 мм, нужно протравить кислотой и залудить. Теперь эту петельку аккуратно припаиваем к носику блесны. Тут нужно действовать быстро и аккуратно. Важно, чтобы петелька была расположена строго вдоль центральной оси приманки. Укладываю блесну на весы. Немного тяжелее, чем нужно. Аккуратно лезвием ножа соскабливаю лишний припой. Небольшой электродрелью просверливаю отверстие для лески. Сейчас блесну нужно отполировать. Это приятная процедура, так как из невзрачной заготовки прямо на глазах получается красивая приманка. Опять укладываю на весы. Вот теперь то, что надо. Нужно придать приманке незначительный изгиб со стороны крючка. Блесна мелкая и это можно с некоторым усилием сделать даже голыми руками. Сравниваем старую и новую блесну по степени изгиба. Практически нет разницы. Крепить приманку для большей надежности лучше на сдвоенной петле из лески. Двойной крючок позволяет хорошо засекать окуней и в то же время уменьшает количество захлестов за леску во время ловли. Посмотрим, что блесна умеет делать в воде. На небольшой глубине и сравнительно толстой леске при коротких и резких подбросах приманка делает подъем-переворот солнышка. Это и есть игра, которая мне нужна. На глубине более 1 метра и в холодной воде блесна уже на более длинной леске будет работать по варианту Ванька-Встанька. Такая игра выглядит примерно так. Теперь к моей любимой мельхиоровой блесне добавилась точно такая же латунная. Вот сейчас, когда есть запас приманок, можно уже отправляться на рыбалку. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин